Энергомост в Крым может быть сдан раньше 20 декабря. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак, который сегодня побывал на полуострове. Он принял участие в заседании штаба по ликвидации ЧС. В регион, я напомню, уже неделю не поступает энергия с украинской территории. Сейчас на прямой связи из Симферополя мой коллега Алексей Конопко. Алексей, здравствуйте. Какие еще заявления сделал в Крыму министр энергетики? Да, Юрий, здравствуйте. Давайте все-таки начнем с самого важного. Энергомост может быть сдан раньше. Вы правы. Вот тут важна точность формулировок. Министру пришлось комментировать в очередной раз сроки сдачи, потому что за последние 7 дней приходила совершенно разная информация. Сначала сам Новак обозначил срок 20 декабря. После этого появились данные о том, что якобы в Керчь уже поступают какие-то мегаватты из этого самого моста. Ну а накануне Сергей Аксенов рассказал, что надеется на первые тесты ветки из Краснодарского края уже в конце следующей недели. Но тем не менее, министр сегодня рассказал, что специалисты стараются сделать и сдать его раньше. Однако официальные сроки не изменяются. 20 декабря крайний срок, в который должен быть сдать этот самый энергомост. Но поговорили сегодня, конечно же, и о снабжении топливом, о том, что сейчас актуальнее всего на полуострове. Министр в очередной раз подтвердил, что бензина и дизеля хватит на 20 дней. А еще раньше стало известно, что до 5 декабря сюда танкерами подвезут еще 20 тысяч тонн топлива. Продолжают поступать и мобильные источники питания, и дизель-генераторы. Здесь, в частности, ждут еще 30 штук по 160 киловатт. А также рассматривают вопрос о доставке сюда двух газотурбинных станций. И все это нужно, как сказал Александр Новак, для того, чтобы даже в тяжелых условиях справляться все-таки своими силами. А больше не надеяться на Украину. Неделя прошла, и, соответственно, мы видим, что наши соседи не предпринимают никаких действий для того, чтобы восстановить линии электропередач. И для нас это, конечно, очень удивительно, потому что это ситуация абсолютно противоречивая. Во-первых, контрактным обязательствам, во-вторых, это даже с чисто гуманной точки зрения не совсем правильно. Сегодня утром в чрезвычайном ведомстве привели новые цифры энергопотребления, энергоподачи. Вот здесь произошел своеобразный перелом. 600 мегаватт вырабатывают суммарно на полуострове и 400 еще необходимо. А также в МЧС рассказали, что в Крыму не осталось ни одного населенного пункта полностью без электричества. Но надо сказать, что это все-таки среднее по больнице, на местах сложностей еще много. Юрий. Да, Алексей, благодарю вас. Я напомню, о ситуации в Крыму рассказал мой коллега Алексей Конопко.